В регионе принят закон, предусматривающий альтернативный механизм расселения людей из аварийных домов. Вместо ожидания очереди на переселение, гражданам предложат выкупать их квартиры в аварийных домах. Вывоз жидких бытовых отходов из выгоренных ям и септиков могут отнести к новой коммунальной услуге. Нецентрализованное водоотведение. Соответствующую инициативу депутатов в Госдумы поддержали окружные парламентарии. И днем и ночью центральная аптека переходит на круглосуточный режим работы. Приобрести лекарства теперь можно будет в любое время. Этим вещам здесь не место. Окружные полицейские совместно с сотрудниками пожарной части проинспектировали состояние подъездов на предмет захламленности мебелью и детскими транспортными средствами. Об этом и не только. Смотрите ближайшие 20 минут. Здравствуйте. Подводим итоги пятницы в студии. Олег Котанзейский. Мы начинаем. За три года округ направит около 3 миллиардов рублей на строительство жилых помещений для расселения граждан из ветхого аварийного жилья. Соответствующее решение парламентарии согласовали на очередной сессии. По информации Департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта, порядка полутора миллиардов рублей запланировано на этот год и еще 781 миллион и 813 миллионов на 2019 и 2020 годы соответственно. Мероприятия будут финансироваться в рамках программы переселения граждан из ветхого аварийного жилфонда. Парламентарии рекомендовали руководству профильного департамента рассмотреть и другие варианты расселения ветхого и аварийного жилья. В частности, речь шла о приобретении уже построенных квартир в населенных пунктах Ниньского округа. Кроме того, на сессии принят закон, предусматривающий альтернативный механизм расселения людей из аварийных домов. Вместо ожидания очереди на переселение, гражданам предложат выкупать их квартиры в аварийных домах за счет средств окружного бюджета. Законопроект о выкупе аварийного жилья принят в двух чтениях. Организовать разработку альтернативного механизма для ускоренного решения жилищного вопроса в регионе ранее профильным ведомством поручил губернатор Ниньского округа Александр Цибульский. Согласно законопроекту, предусматриваются дополнительные условия для расселения аварийного фонда путем предоставления гражданам компенсационных выплат. Такой новый механизм решения вопроса расселения граждан из аварийного фонда является региональной инициативой. Получение компенсационных выплат предоставляется собственникам жилых помещений в домах, включенных в окружные реестры жилищного фонда, признанного непригодными для проживания и или с высоким уровнем износа программы переселения. Так как в программе существует три этапа программы, соответственно, три реестра ведется по каждому этапу. Вне зависимости от населенного пункта этапа расселения предоставляется возможность получения компенсационных выплат. При этом первоочередное право закреплено за жильцами домов, за жителями домов, включенных в текущие этапы. После получения компенсационных выплат жилые помещения переходят в муниципалитеты, а компенсационные выплаты могут быть направлены на приобретение готового жилья, на приобретение жилья по договору долевого участия в строительстве, на иные цели в случае наличия в собственности гражданина благоустроенного жилья, отвечающего требованиям, предусмотренным законодательством. Целевое использование полученных выплат потребуется подтверждать документально. Исключением является наличие в собственности граждан иного благоустроенного жилого помещения, отвечающего условиям, указанным в законопроекте. Данный законопроект также распространяется на село, поэтому это на всех жителей округа, это очень важно отметить. Тратить люди деньги, как я сказал, могут здесь и в округе, и за его пределами. И этот законопроект, он достаточно подвижен, поэтому мы посмотрим, как он будет работать. И возможны корректировки в плане того, чтобы мы посмотрели здесь уже, который отработан уже вместе с администрацией в дальнейшем. Размер компенсационной выплаты будет определяться путем умножения общей площади, освобождаемого собственником жилья, и среднерыночной стоимости одного квадратного метра, установленного Минстроем для Ненецкого округа. Сейчас он составляет 60 тысяч рублей за один квадратный метр. Предполагается, что закон начнет действовать с 2019 года. Александр Литкова, Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Инициативу группы депутатов Госдумы о введении понятия «нецентрализованное водоотведение» поддержали окружные парламентарии на очередной сессии. Речь идет об изменениях в федеральном законе о водоснабжении и водоотведении в части введения «нецентрализованной системы водоотведения». Принятие документа на федеральном уровне позволит снизить стоимость услуг по вывозу жидких бытовых отходов из выгребных ям и септиков. Если данный законопроект будет принят, то данная услуга по вывозу стоков из выгребных ям и септиков будет отнесена к коммунальным услугам, будет регулироваться. Соответственно, у органов госвласти появится возможность выделения субсидий на возмещение недополученных доходов, которые понесли исполнители данных услуг. Все мы знаем, что проблема существует. Там, в тех населенных пунктах, где у нас нет централизованных систем водоотведения, есть они у нас только в городе, населенные пункты, такие как «Искатели», поселок «Красное», село Теревска, деревня Макарова, там есть квартирные жилые дыма, оборудованные именно выгребными ямами и септиками. Люди, приходится люди оплатить тариф без учета субсидий. То есть, в невыгодном положении по отношению к жителям города они оказываются. В Ненецком округе для усыновителей расширили возможности расходования целевых денежных пособий. Соответствующие изменения в региональном законе приняты окружными законодателями в первом чтении. Действующая редакция закона предусматривает меру поддержки в виде инновременного денежного пособия, которое выплачивается в течение первого и второго года в размере 150 тысяч рублей и третьего в размере 200 тысяч рублей. Выплаты носят целевой характер. В настоящее время целевая часть единовременного денежного пособия может быть направлена на три цели. Это улучшение жилищных условий, получение образования усыновленным ребенком, его оздоровление, либо получение специализированным или в том числе высокотехнологических видов медицинской помощи. Теперь денежные пособия можно будет направить и на другие цели, в частности усыновителей. Согласно данному законопроекту, появится возможность потратить средства на приобретение товаров длительного пользования, оплату ремонта жилья, компенсацию затрат на санаторно-курортное лечение и проезд ребенка совместно с усыновителем и членами семьи к месту отдыха и обратно в пределах России. Кроме того, проектам предлагается дополнить закон нормой, предусматривающей выплату усыновителям и возврат уже полученного им единовременного пособия в случае помещения усыновленного ребенка в учреждение для детей и сирот на полное государственное обеспечение. Изменения приняты в том числе по предложению семьи усыновителей, озвученных на встрече с главой региона Александром Цибульским. Член Совета Федерации от Ненецкого округа Римма Галушина принимает личные обращения граждан. Напомню, интересы жителей региона в Совете Федерации сенатор представляют со 2 октября текущего года. Соответствующее решение приняли депутаты на второй сессии регионального парламента 28-го созыва в Совете Федерации. Сенатор входит в Комитет по науке, образованию, культуре. Жители округа могут обратиться к сенатору по телефону 8-900-11-597-24-31 или оставить письменное обращение в региональной общественной приемной по адресу город Наринмар, улица Медовича, 20А, это дворец культуры Арктика, 2-й этаж, 226-й кабинет. Ключили вообще нет. Ключил глава региона. Соответствующей просьбой к губернатору обратились жители окружной столицы, которым зачастую при отсутствии нужных медикаментов в ночное время суток приходилось вызывать скорую помощь. Востребованность такой услуги Нининская фармация будет оценивать в течение двух месяцев. По расчетам финансистов, дополнительные расходы на содержание круглосуточной аптеки составят порядка 3,5 миллионов рублей в год. В связи с нововведением потребуется увеличение штатной численности. В профильном департаменте отмечают, что при оценке проекта прежде всего будет учитываться его социальная направленность. Жители региона могут получить уведомления на уплату имущественных налогов через отделение МФЦ. Для этого потребуются паспорт и заявление. Вместе с дубликатом уведомления заявителям выдаются квитанции на уплату налогов. Услуга стала доступна после подписания соглашения между Многофункциональным центром и Налоговой инспекцией. Об этом накануне сообщило Нинецкое информагентство НАВА-24. По словам директора МФЦ в Нинецком округе Дарда Бухарина, услуга действует с 1 октября и пока о ее популярности в регионе говорить рано. Тем не менее, она появилась вовремя. Налоги на имущество физических лиц за 2017 год необходимо платить не позднее 3 декабря. Руководитель учреждения также отметил, что налогоплательщики Архангельской области и Нинецкого округа за первые три квартала текущего года получили через МФЦ около 5000 услуг Федеральной налоговой службы России. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшей популярностью пользовались такие услуги, как государственная регистрация юрлиц, физических лиц в качестве ИП и крестьянских фермерских хозяйств, а также прием заявлений о постановке на учет в налоговом органе. Кто устраивает свалки рядом с квартирами, а кто заботится о своем имуществе и хранит его правильно, подальше от посторонних глаз и эвакуационных выходов, выясняли сотрудники полиции состояние подъезда в жилых многоквартирных домов. Они проинспектировали накануне совместно с представителями пожарной охраны. О том, как прошел рейд, расскажем в материале выпуска. Квартиру за квартирой сотрудники полиции и пожарной охраны обходят нарьенмарцев. Их цель – не наказать, а в очередной раз предупредить. Оставлять в подъездах на лестничных пролетах коляски, велосипеды, санки и другое имущество безответственно и опасно. Это не только легкая добыча для воришек, но и реальная преграда во время эвакуации при пожаре. Смотрите, коляски оставлять нельзя, тем более в вашем доме происходило хищение колясок и велосипедов. Вот здесь не случилось только войны? Вот в другом подъезде. Поэтому ваше имущество вы несете ответственность за справиться с имуществом только санки. За 9 месяцев этого года в полицию поступило 32 обращения хищений, велосипедов, санок и самокатов. По 11 фактам возбуждены уголовные дела, по 12 возбуждение дела отказано, так как кражи совершены малолетними детьми. Однако юные правонарушители поставлены на профилактический учет в органы полиции, а родители привлечены к административной ответственности. В избежание таких случаев мы общаемся с гражданами, доводим до граждан, чтобы они свои имущества не оставляли в подъездах, также несли ответственность за свои имущества. А мы, в свою очередь, также будем делать свою работу. Оставленные на часок и забытые на годы газовые плиты, ковры, мебель и другое имущество представляют угрозу для жизни всех обитателей дома. В случае экстренной эвакуации такой хлам станет серьезным препятствием к выходу из горячего здания и будет дополнительным источником горения. Кстати, штраф за такое халатное отношение к собственной безопасности владельцу оставленного в подъезде имущества – 2000 рублей. Бывают случаи, что люди оставляют на путях эвакуации вещи личные, горючие материалы, и тем самым ухудшают ситуацию. Также хотелось бы обратиться к жителям не то, что город Наринмар, но и всего округа, что нельзя заходить по целым пути нашей с вами безопасности, и надо быть внимательными. Предупрежден, значит, вооружен. Памятки вручены. Сотрудники полиции МЧС надеются, граждане будут бдительны и уберут из подъезда ненужный хлам и детские транспортные средства. Впрочем, они это проверят во время очередного рейда. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В Ненецком округе почтят память выдающегося скрипача Дмитрия Когана, которого не стало 29 августа 2017 года. Лучшего мирового исполнителя жителей нашего округа знают не понаслышке. Дмитрий Коган был создателем и главным вдохновителем фестиваля классической музыки «Дни высокой музыки в Арктике». По инициативе регионального отделения молодой гвардии «Единая Россия» в память о молодом российском музыканте в день его 40-летия в Наринмаре пройдет мини-концерт. О великом маэстро расскажет Любовь Пермякова. На сцене Дворца культуры Арктика Дмитрий Коган исполняет знаменитую «Грозу» венецианского композитора Антонио Вивальди. Тогда окружных слушателей потрясло виртуозное исполнение маэстро. А 29 августа 2017 года к огромным среди ясного неба пришло известие о кончине великого музыканта. Молодой, безумно талантливый и жизнерадостный. Ему было всего 38 лет. Как сказал в интервью всемирно известный скрипач Дмитрий Ситковецкий, смерть маэстро стала трагедией для всего мира музыки. Скоропостижный уход артиста – большая потеря и для жителей Ненецкого округа, которые познакомили с его творчеством благодаря Дням высокой музыки в Арктике. Он был художественным руководителем этого фестиваля. На сцене Дворца культуры Арктики Дмитрий Коган трижды исполнял шедевры Мирового музыкального фонда. Субтитры создавал DimaTorzok На третьем фестивале высокой музыки скрипач-виртуоз сделал жителям региона очередной музыкальный подарок. Он представил зрителям уникальный мультимедийный проект «Времена года Вивальди». Произведение великого композитора Дмитрий Коган сыграл на скрипках величайших мастеров прошлого – Амати, Страдивари, Гварнери, Гвадонини, Вильома. После концерта нам удалось пообщаться с великим музыкантом. Но мне очень приятно, что к третьему фестивалю мы пришли к такой ситуации, что у нас единственная проблема, которая есть, это то, что все желающие, к сожалению, пока не могут попасть на концерты. То есть интерес с каждым годом рос, 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 вот как снежный ком. Он накатывался, и сейчас мы получили просто какой-то беспрецедентный результат. Знаете, очень сложно что-то как бы прилепить к шедевру, легче свой создать, да, вот. А вот уже к готовому шедевру очень сложно его как-то улучшить или, не знаю, модернизировать. Но я себя утешал всегда тем, что музыка-то неизменно, а визуальный ряд, он идет, ну, как бы, Вивальди мы, в принципе, нигде не корректируем. Мне кажется, красиво получилось. Красиво творить у Дмитрия Павловича получалось с детства. Он родился 27 октября 1978 года в Москве в семье потомственных музыкантов. И, как говорят критики, был обречен на успех. Уже в 10 лет начал выступать симфоническим оркестром, а в 15 дал концерт в Большом зале Московской консерватории. Затем ему рукоплескали самые известные залы Великобритании, США, Австралии, стран СНГ и Балтики. В очередной раз аплодисменты великому маэстру прозвучат и в Наринмаре, в день его 40-летия. Поэтому этой акцией мы хотели отдать ему должное и провести в его день рождения в неформальном месте концерт, для того, чтобы как можно больше людей узнало о его деятельности. Кто станет участником концерта? Участником стали дети, которые учатся в нашей музыкальной школе. Они проходили мастер-класс у маэстро, поэтому они сразу согласились выступить на концерте. Воспитанники Наринмарской школы искусства и их преподаватели исполнят на скрипках и фортепиано композиции из репертуара Дмитрия Когана. В программу войдут такие произведения, как вокалист Николай Ракова, Минуэт Луиджи Беккерини, Ава Мария Джулио Качини. Откроет мероприятие концерт «Соль-мажор» Антонио Вивальди. Мероприятие состоится в торговом центре «Алит-Сити» 27 октября в 15 часов. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». На этом все. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире.